Что я делаю, как вы думаете? Сейчас мы вместе с телезрителями будем узнавать. 22 декабря отмечается один из древнейших праздников, День бумажных фигур. Еще тысячи лет назад на Востоке бумажные фигуры считались важнейшим украшением для дома и для храмов, поэтому там их умели делать практически все. Сегодня мы вспоминаем сложное искусство оригами. Слава вспомнила искусство самолетастроения. Но оригами это немного не о том. Помогают, помогут нам в этом. Дарья Черкашина, специалист молодежного центра «Доброе дело» и Юлия Вышева, мастер оригами. Доброе утро. Здравствуйте. Вот между вашей фигурой и той фигурой, которую я сложил, есть определенная разница. Но то, что я сделал, тоже можно назвать оригами? Да, конечно. Оригами это именно искусство каких-то поделок из бумаги. Поэтому оригами может быть разной сложности. Ваш самолетик в том числе и оригами, конечно. Так, и вот эти вот наполеоновские шапки из газет во время ремонта тоже относятся к оригами? Да, только такое массовое, наверное. А в принципе искусство не массовое? Ну, это вообще искусство, не ремесло? Оригами это искусство, конечно. Только в современном обществе оно перешло уже в искусство. То есть люди действительно на этом зарабатывают даже деньги. И такое на самом деле коммерческое искусство. Потому что именно объемное оригами сейчас очень модно. И есть скульпторы, которые специализируются именно на этом. Ой, вот давайте поговорим, пожалуйста. Интересно. Юль, расскажите, пожалуйста, кто это? Что это? И в чем особенность? Это заяц. Тут надо, короче, искать циферки одинаковые и склеивать между собой. Так, подождите, минуточку. Давайте начнем сначала. Какие циферки? Во-первых, зайка. Можно я его возьму? Да. Зайка не очень обычный. Зайка размечен такими пунктирными линиями. Видимо, я предполагаю, что это был ровный лист. Да, его вырезаешь. Да, с размеченными линиями сгиба и разрезов, правильно? То есть это такой конструктор. По сути. Ты его распечатываешь, а потом что-то там пальцами пытаешься сделать. Так. И остался вот у зайчика бачок. Ну, бачок ты доклеивай. А я пока поспрашиваю по поводу вот этого вот зайца. Скажи, я не рискну. Я могу что-нибудь испортить, вот, невзначай. Поэтому мы Юле его передадим. Пусть Юля клеит и нам рассказывает. Ну, хорошо. Сколько нужно времени, чтобы такую фигурку с нуля сложить? Вот мне пришлось 4 часа. Это очень сложно. На вид несложно, но пока вырежешь, пока согнешь, пока найдешь, где эти цифры, это очень сложно. Но все-таки возможно. Да, возможно. Понятно. Я вот просто смотрю, и я не могу понять, как выглядит выкройка этого зайца вот с самого начала, вот просто по форме. Там обычный лист и фигурки. Их потом вырезаешь и складываешь. Ну, в общем, звучит-то все довольно легко. Давайте так. Какое есть практическое применение этому искусству, этому занятию? Ну, мелкая моторика, понятно, снятие стресса возможно. Хотя я бы поспорила насчет снятия стресса, если что-то не получается. Да, там сразу... Тоже есть определенная досада, хочется все бросить. Могут они чем-то потом послужить. Либо само это занятие может послужить, может быть, поводом другому какому-то хорошему делу. Ну, например, подарку какому-нибудь или просто украсить дом этими игрушками всеми. Ну, вот конкретно мы, как молодежный центр, Красноярский волонтерский центр «Доброе дело», с этими мастер-классами ходим в детские дома, конкретно в социальные реабилитационные центры. Вот, например, у нас Юлия, это представитель добровольческого штаба Красноярского финансово-экономического колледжа. И у них, значит, на штабе вот такая деятельность и за ригами активно практикуется. Ребята вот недавно ходили в центр помощи семьи и детям «Надежда», где с ребятками из многодетных семей делали вот такие вот объемные фигуры. А дальше эти ребята, фигуры эти дарят своим родственникам, знакомым. А также ребята потом, знаете, выступают в роли ведущих мастер-классов, то есть у себя там в школе, например, среди друзей, и обучают их вот, собственно, такой науке. Считалось в древности, что с помощью оригами можно донести до богов, до небес свои желания, чтобы они исполнились. Вот вы когда это складываете и склеиваете, вы о чем думаете? Или наоборот, мозг отключается, это такой релакс, что ни о чем не думается. Да, ни о чем не думается, просто внимательно надо смотреть циферки. Это очень сложно. Вот я поначалу не заметил, они здесь настолько мелкие, что действительно приходится вот так вот вглядываться в бумажку, чтобы понять, где какую циферку, как загнуть. Вот помимо мелкой моторики, это понятно, там развивается она каким-то образом, потому что у меня там пальцы настолько корявые, что я вот так сделать не смогу точно. Но ты не пробовал, ладно, не прибейте. Нет, я пробовал, я примерно знаком с этой историей, у меня двое детей, я как бы пытался что-то произвести, нечто подобное, но я сказал, может, пойдем на улицу с горки покатаемся, потому что ну все уже, я просто не могу. Помимо мелкой моторики, что еще развивает эта история? Пространственное мышление, конечно, терпение. Терпение здесь развивается, это однозначно. Ну, потом, наверное, все-таки фантазия, потому что вот если мы говорим про объемные фигуры, здесь понятно, что мы ограничены действием вот в этих циферках. Но есть ведь оригами, когда ребята просто берут ножницы, берут просто спонтанно лист бумаги и начинают там врезать цветочки. И здесь, конечно, фантазия работает у ребят только на здравствуйте. Ну, вот основное, конечно, это, наверное, все-таки фантазия, потому что мы в своих мастер-классах, вот... А вы раскрашиваете потом эту историю? Да, потом, когда... Когда канчивается, ее надо раскрасить и покрыть лаком. И тогда он приобретет прочность и, в принципе, прослужит довольно долго, такой неодноразовый, неодноразовый историй. И будет выглядеть как пластмассовый? Ну, нет, он будет выглядеть как бумажный, просто долго простоит. А еще, мне кажется, вот у меня уже фантазия пошла, мне кажется, можно гирлянду туда вставить, и он вообще-то... И будет светиться изнутри, по-новогоднему. Будет изнутри светиться. Нужно делать собаку, в общем, говорит. Мы тут за кадром продолжим эксперименты с бумажным зайцем. Представлю вам наших гостей, специалист молодежного центра Доброе дело Дарья Черкашина, а также Юлия Вошева, мастера оригами. Спасибо вам большое.